Подвели итоги. В Волжской администрации прошло заседание городской коллегии. Собравшиеся подвели итоги социально-экономического развития Саратова в 2014 году. А также обсудили задачи на текущий год. Подробнее в нашем материале. В 2014 году на территории Саратова была собрана значительная сумма налогов. 85,2 миллиарда рублей. Это более чем на 6% выше по сравнению с 2013. Казалось бы, такое увеличение должно порадовать городские власти. Если бы не одно «но». С каждым годом доля налоговых отчислений в бюджет Саратова снижается. Об этом на городской коллегии по итогам 2014 года говорил глава Саратова Олег Грищенко. По его словам, в 2002 году в городскую казну поступало 20% сборов. А в прошлом доля составила лишь 6,3%. Но с федеральным законом не поспоришь. Федеральное законодательство, к сожалению для нас, устроено так, что 60% этих налогов уходит в федеральный бюджет. А вот 40% – это как раз те деньги, на которые сегодня все муниципалитеты нашего региона живут. Нужно вроде бы и областной центр поддержать, а с другой стороны есть другие муниципальные образования, где еще хуже ситуация, чем у нас. В Москве о проблемах муниципалитетов знают, уверен глава региона. В условиях кризиса у государства сейчас другие приоритеты. Но постепенно, считает Олег Грищенко, баланс будет найден. А пока работать придется в таких условиях. Несмотря на скудный бюджет, город развивается и довольно неплохо. Это подтверждают и рейтинги журнала РБК. Согласно им, областной центр вошел в десятку быстроразвивающихся российских городов. С учетом тех проблем, которые мы сегодня имеем, все равно город развивается. Мы неплохо вошли в отопительный сезон. Мы неплохо прошли зиму. Неплохо городская администрация поработала в части благоустройства. В течение двух-трех недель в городе порядок наведем. И будет, как всегда, у нас летом весь чистый, зеленый, красивый. В процветании областного центра заинтересованы все уровни власти. Это влияет на комфортность проживания здесь горожан. На коллегии обсудили дальнейшее развитие территории Саратова. По словам губернатора, разрабатывается президентская программа по урбанистике, акцент в которой сделана узнаваемость архитектуры города. Это и благоустройство набережной, парков и скверов, главной пешеходной зоны проспекта Кирова, а также реставрация исторического центра. И хотя полной реконструкции его облика уже невозможно, но остановить процесс точечной застройки, искажающий вид города власти в силах. При этом старинные здания очень плотно вписаны в существующую городскую среду и активно эксплуатируются. Поэтому, чтобы не терять зря время, предлагаю приступить к разработке муниципальной программы по реконструкции исторического центра города Саратова, где будут значиться не только исполнители, но и объемы финансирования. Пусть такая программа исходит из расчета 10-15 лет, но каждый год будут четко делаться, процесс пойдет системно. Программа, по словам главы региона, подразумевает развитие городских территорий комплексно. Пока на стадии рассмотрения такие проекты, как реконструкция исторических центральных зданий и пуск скоростного трамвая. Определили на коллегии и планы на текущий год. Даже в условиях скудного бюджета продолжатся строительство и реконструкция детских садов и переселение из аварийного жилья. Анастасия Куклева, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов.